лучше да у нас очень интересный промо тур заготовлен если мы победим армения не пожалеет об этом я могу пообещать и очень известные всемирно известные люди будут принимать участие в моем промо туре номере номере осла боже да братья за по поэтому я не советую и тигры не советую людям ссылаться на то что нет номера номер можно поставить всегда и во-первых я тоже совершенно аналогично мыслю как его и как люди которые занимались как команду его что 14 числа все должны быть равных условиях надо понять что в общем-то не все четыре не все 10 участников могут себе позволить например поставить такое шоу как его ривас или как разный камин или как ими и поэтому давайте выберем песню выберем участника а шоу мы посмотрим в осло конечно и потом посмотрим и клип тоже кстати уже готовый и подготовленный а теперь второй вопрос слышал ли ты песни других участников я слышала песни некоторых участников не ознакомливалась конкретно со всеми потому что для меня это не не это не интересно скажу так откровенно да без честная девушка а вдруг мне какая-то песня так понравится сильно что ты начнешь плакать и не сможешь спеть хорошо но из того что ты слышала что-нибудь понравилось не могу никого выделить не может никого нет я считаю что армен мартиросян и карен кавалерян вне конкурент если кто не знает то музыку к песни которые будут исполнять очаровательная его ривас написал армен мартиросян одиночных современных армянских композиторов а слова к песне написала карен кавалерян человек который шесть раз уже ездил на евровидении со своими песни два раза занимал второе место то есть нам нужно первое в седьмой раз хорошо у нас есть очередной телефонный звоночек алло доброе утро трубку надо говорит да смольный слушает здравствуйте здравствуйте приемная 5 5 6 куда-то испарилась девушка его хорошо чем занимаешься в свободное от песен и участие в конкурсах премии или его нет последнее время его нет потому что позднее время ты даже когда решила на евровиде вообще чья это была мысль это была мысль моего продюсера гениального вот во всем у меня продюсер уникальный человек если кто-то не знает это тот кто является организатором премии ташир валера сарян валерий сарян вообще самый главный человек продюсерском центре армения его знают в армении за ее пределами очень хорошо это не только ташир это огромное количество других мероприятий некоторых из них я лично принимал участие в общем достойный человек который достойно занимается своим бизнесом и в общем то один из редких людей о которых надо очень долго думать что что эти гадки сказать поэтому я я даже так думать долго не умею поэтому валерий сарян действительно хороший парень который действительно в общем то правильно подходит своему бизнесу и так мысль появилась уже четыре года он организовывает ташир и каждый год но меня лично очень удивляет масштабы до этого конкурса то есть не просто на 5 процентов на 10 процентов качество концерта улучшать а резко 20 30 50 процентов вверх но этому человеку все мало вот ему мало ему надо больше он хочет масштаба ему надо развернуться вот в этом мире показать что такое армяне самом деле что мы можем что из себя представляет у девушки и легко показать что он да и он нашел человека человека человек его ривас ривас не вас и человек и так и решил что вы вдвоем а он не да конечно он предложил сразу согласился долго думал сначала мы подписали контракт с ним долгов долгосрочный долгосрочный контракт я с удовольствием согласилась лапы бизнесмена я вам хочу честно сказать любой артист мечтал бы иметь такого продюсер и умолял бы наверное еще вообще в армии это большая проблема правильный грамотный продюсер куда валерий сарян лучше него не придумать продюсера это я говорю как его мужская жертва хорошим есть телефон и звоночек не думал так будет вы необходимая просто классный что наш June конечно потому что что thoseCo 거부 самые инвешевы по Jacqueline всюнюю которые если ты не пройдешь в этом году конкурс ты будешь еще участвовать вопрос такой если народ захочет если народ попросит наверное девушка хотела больше спросить если вдруг я не пройду конкурс не брошу ли армянский шоу-бизнес мне вчера задали такой вопрос у гранта не сказал а что такое армянский шоу-бизнес просто люди думают что я с помощью евровидения с помощью армении хочу попасть на какую-то на российскую страну на монгольскую да нет для меня самое главное то что я пою у себя на родине то что я пою в армении если я не пройду евровидение да ничего страшного я буду продолжать радовать народ у меня целый альбом саят нова у меня комитас арбелян и так далее и тому подобное у меня столько всего есть показать столько всего есть спеть показать действительно друзья мои есть у евро и голосовые данные я предлагаю все-таки послушать песню которую ты будешь представлять на евровидении а потому что не все телезрители ее слышали хочу сказать что это не видеоклип на песню друзьям и это материал рабочий вот соответственно процесс записи песни в которой в этом видеоклипе есть практически все участники в том числе кроме карен кавалерия к сожалению карен кавалериян задержался у кима брейдбурга на мероприятие в общем не последнего человека задержался поэтому мы ему прощаем все прямо сейчас я варивас очаровательная замечательная песенка которая называется и прикат стон не камень друзья мои абрикосовая конечно же армянском циране циране корис корис на вот я варивас просто очаровательный говорит по армянски гораздо лучше приятнее чем я прямо сейчас нашем эфире не отходите от телевизоров потому что действительно песня стоит вашего внимания и варивас зажигает варивас зажигает варивас зажигает а а а варивас зажигает а варивас зажигает варивас зажигает варивас зажигает а варивас зажигает варивас зажигает Продолжение следует... 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 Это та девочка, которая пела «Солдат». Надо было эту песню туда. Я говорю, надо было петь армянскую песню на патриотическую русскую тему. Они говорят, это твое, это вот поезд здесь. Это еще раз доказывает теорию, что все люди произошли от армян. Слушай, у нас одинаково. То же самое говорится, что все повсюду. А кто не верит, я говорю, почитайте Библию. Видишь, вообще еще одна удивительная история была. Такая вот абсолютно эксклюзивная информация. Это было 4 года тому назад. В Кремле был новогодний ужин по приглашению президента России. Тогда еще был жив покойный Борис Николаевич. В общем, были гости. Собрались все. Совершенно верно. Коротко, лаконично и четко. И артисты тоже собрались все. И там пела Ева. Там пела Ева. И когда стоял вопрос фонограммы, 3 минуты не более и так далее, я каким-то образом умудрился все же пропихнуть 4,5 минуты Тама Машхара. Мы ее чуть-чуть сократили буквально. И она, когда вышла, пела, значит, за кулисами. Тото Кутуньев, Лариса Долина, Киркоров, Леонтьев. Я не знаю. Все. И здесь все. То есть, ну, это был новогодний банкет. Что мне понравилось? Во-первых, все перестали есть. Никто не чавкал. Вот была мертвая тишина. Я просто помню глаза Бориса Николаевича Ельцина, как он смотрел. И всех других. Да, Владимир Владимирович, Путин. Алексий тогда еще был жив. Покойный со свами небесной, патриарх. Да, все Руси. И в конце был такой шквал аплодисментов. Я просто смотрел весь вечер от начала до конца. Человек, который сорвал самый большой аплодисмент. Она пришла, вернулась такая довольная. Вот кого надо покажет на Новый год у нас в Армении, друзья мои. А не то, что у нас показывают. Прямо сейчас мы вам покажем рекламу. А я хочу сказать, что Борис Николаевич вообще был неравнодушен к армянской культуре. Я помню, когда он приезжал сюда, я лично ему вручал дудук армянский. И вот это происходило Аштара Акидзож. И он тоже там, в общем-то, очень трепетно к этому относился. И тоже был согласен с моей теорией и с Валеровской теорией, что все люди произошли от армян. Об этом сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. В гостях у меня сегодня Ева Ривас, Валера Саарян и Арвен Мартиросян. Люди, которые, в общем-то, я уверен, почему-то так с гордостью будут представлять нашу страну в Норвегии. И, может быть, мы победим. Чем черт не шутит. Реклама на АТВ. Продолжается утро без правил. У нас у всех отличное настроение. Самолеты летают над Ереваном в преддверии отборочного тура Евровидения. Страна должна спокойно, в общем-то, к этому относиться, потому что это безопасность. Владимир Ильич сегодня удивительно активен, друзья мои. В последнее время, когда ко мне приходят звезды армянского шоу-бизнеса, он просто умирает в это время. Совершенно реально. Он просто лежит, зевает и обычно ложится к ним попой. А вот так он к Еве Ривес. Настоящий самец. Владимир Ильич настоящий здоровый мужчина, который испытывает непреодолимое влечение, в общем-то, к очаровательной красавице Еве Ривес, которая будет выступать в отборочном туре Евровидения. Я очень надеюсь, что поедет в Осло и покажет всем им, что надо делать. У нас есть телефонный звоночек. Потом напомните, чтобы я про Диму Билан кое-что сказал. Мысль появилась. Телефонный звонок. Алло, доброе утро. Алло. Да. Барэд Дзэс. Барэд Дзэс. Барэд Дзэс. Барэд Дзэс. спасибо большое столько столько слов при а вот будто каждое утро у меня начиналось ты приходи ко мне все будет хорошо у меня телефон звонит вот такие вот видишь я хочу обратиться к зрителям пока не решим вопрос кто будет представлять нашу страну но это зависит также от нас с вами как только начнется голосование голосуйте за евреев если вы хотите чтобы она поехала на евровидении представила достойно нашу страну